Здравствуйте, мои дорогие! Меня зовут Наталья, и я очень рада приветствовать вас у себя на канале. Пару дней назад я сделала набег на магнит-косметик, и, знаете, и забыла об этом. Потом думаю, ну нет, как же так? Я же теперь блогер, и я же должна теперь рассказывать обо всем, чем я пользуюсь. Ну, может быть, и для себя вы что-то найдете интересного и полезного в моем обзоре. Большинство этих продуктов, которые сейчас стоят у меня на столе, у меня уже не первый раз, и поэтому я могу вам их смело рекомендовать. Какие-то у меня новенькие, не знаю, задержатся они на моей полочке в ванной. В основном это продукты для тела. Декоративную косметику я в масс-маркете покупаю нечасто, скажу вам честно, но иногда ради интереса, почему нет. И, знаете, я для себя часто начинаю открывать многие бренды, которые очень достойны и по качеству. Они не то, чтобы не уступают, а даже где-то и лучше, чем люкс. В люксе мы, как правило, переплачиваем за бренд. За просто, за слово Шанель на упаковке. Гель для душа я уже успела попробовать раза четыре. Бренд Барнинген удивительно не вписывается в мир магнит-косметик. Если бы я не знала, что это какой-то масс-маркет, то я бы подумала, что это какой-то люксовый бренд, потому что у них такие достойные, знаете, не противно-химозные, а очень приятные ароматы. Вот этот вот прям на лето самое то. Ой, он потрясающий. Он такой, знаете, как будто морское. Что-то такое вот легкое, что-то воздушное, очень хороший гель для душа. Ну, вы знаете, я живу в Краснодарском крае, здесь очень жарко. Принимаю душ я очень часто, и у меня вся семья часто купается, поэтому гелей для душа нам нужно много. Я решила скупить их все. Вот этот был первый у меня, видите, у меня давно бы ушел, но у меня их так много. Еще и мы, и лалаш, вы знаете, я люблю. Вот этот аромат, он какой-то немножечко аромат секса, не знаю, назовем его так. Он какой-то страстный, такой горячий аромат. Я больше бы его зимой использовала, правда, после него нужен хороший крем увлажняющий, если зимой. Вообще, если честно, зимой всем нужен хороший крем, а лучше не увлажняющий, а питательный. Вот, летом сейчас я редко мажусь какими-то лосьонами. В основном мажу ручки и ножки, потому что у меня сухая кожа на руках и на лапках, поэтому вот так. В общем, рекомендую, присмотритесь к Барнинген. Это вообще потрясающая штука. В нем в геле для душа 5% колб-крем. Как для атопичной кожи. Он действительно очень мягкий, кожа увлажнена. То есть вы вроде бы как и приняли душ, и вроде бы как у вас и не высушена кожа, как будто вы ее напитали. И плюс он подходит для частого применения. Вот, это уже БУ, видите, у меня он такой полупустой, очень жидкий, но настолько он классный. Он такой же как водичка. Смотрите, но он настолько увлажняет кожу, как вот, наверное, ну немного таких лосьонов, чтобы прям были настолько жидкими и настолько питательными. Единственное, что может вас, возможно, оттолкнет, это его аромат. Мне очень нравится этот запах. Он потрясающий. Он мне напоминает что-то из детства, а что я не могу вспомнить. В общем, если не оттолкнет запах, рекомендую. Этот питательный лосьон для тела содержит 7% cold cream. Вот я купила новую баночку. Он у меня, вот этот тоже заканчивается, это новый. Этот лосьон у меня уже по счету пятый, может быть. Не знаю, много, уже много покупаю. Всю зиму пользовалась, всю осень пользовалась, весну довольна. Все, и всем рекомендую, девочки, обратите внимание, будьте в магнит-косметике и постесняйтесь, откройте саму банку прямо в магазине и послушайте его аромат. Кому-то он может просто не понравиться. Ах, да, этот бренд еще представлен в магазине Wildberries, но там почему-то такие цены кусачки. Такая жидкость для снятия лака. Я пользуюсь ей уже много лет. Вот, сначала я очень любила розовую. Если честно, они с розовой очень похожи. Ну, розовая просто для обычных ногтей, это для чувствительных ногтей, для каких-то, не знаю, что здесь у меня написано. Супер укрепляющая для всех типов ногтей. То есть она щадящая, мягенькая. И знаете, что самое главное для меня, у нее не мерзкий запах. Ну, на мой взгляд, что запах очень даже ничего. Пользоваться ею приятно. Могу рекомендовать вам смело. Я ей не изменяю уже очень много лет и не буду изменять. Ну, единственное, могу розовую такую же купить. В порыве косметической любви. Я не знаю, в порыве чего. Смотрите, какие. Я купила. Они были, знаете, вот как-то соединены. Видите, здесь даже. Это была какая-то акция. Они были вот так соединены. Типа там два в одном. Два по цене одного. В общем, что-то было очень выгодно по цене. И я знаю, что у меня семья. Лето жарко. Как я уже говорила, все принимают душ постоянно. У нас 40 в тени. И, знаете, от Лепети Марселье я еще когда... Первый раз я познакомилась с этим брендом, когда работала в аптеке заведующей. И мне, как медицинский представитель, просто принес в подарок попробовать. И я вот как-то не оценила, не оценила. Но такие, знаете, рабочие гели для душа. Очень нравится аромат. Вот этот аромат мне чем-то напоминает запах фанты. Мне фанту нельзя. Ну, как и большинству людей, фанту и меринду нельзя. Но чем-то он... Ну, он как бы апельсин-грейпфрут. Немножко такой горький. Я не люблю приторно-сладкие ароматы. Мне они противны. Чаще всего, чаще всего. Ну, конечно, бывают разные ароматы. И бывают исключения из правил. Вот. В общем, я могу вам смело рекомендовать. Это как бы мужской. Но, если честно, я с удовольствием им уже разочек. О, классный. Вот он пахнет мятой. Чем-то таким... Ну, мятой лайм. Тут еще и пометка органик. Пахнет приятно. Если вы зайдете в магнит косметика и увидите там вот такие гели для душа. Они очень даже зачетные, рабочие. Я иногда ими нижнее белье стираю. То, что я в машинке не стираю, я стираю вот такими гелями для душа. И неугодными мне шампунями. Я просто кончилась хна. С некоторых пор хной начала пользоваться не только я. Ну, и мама моя решила тоже стать рыжулей. Вот. Поэтому я всегда покупаю от Art Color хну. И, знаете, ну, она... Мне нравится тем, что в ней вот эти козявочки... Это же трава. Она же сделана из растений. Измельченного высушенного растения. Порошочек. И вот чем сильнее помол, тем он лучше. Тем хна дороже. Вот совсем-совсем мелкий помол хны используется для окрашивания, знаете, для рисунков. Я забыла, как это называется. Рисунки, которые наносят по телу вот восточной женщины. Там на свадьбу у них там традиция такая. А это более грубый помол, но все равно по сравнению с другими производителями, я считаю, что это достаточно мелкий помол. И когда вымываешь эту хну из волос, она не застревает в кусками в голове. Да. И еще, кстати, я когда снимала ролик о хне, я забыла сказать, что я использую еще и бальзам, и какую-нибудь маску жирненькую. И благодаря этой маске-бальзаму вот остатки хны из длины волос просто легко смываются и легко уходят. Меня так засвечивает. Мне придется потом вручную искать все эти продукты и добавлять картинки. Лосьон для тела с манго и, не знаю, если я неправильно назову, марула. Марула? Марула. Я думаю, что марула правильно будет. Типа какой-то обновляющий. Не знаю, что он обновляет, он у меня уже много раз. Беру его из-за его свойств. Конечно же, он очень хорошо питает кожу тела, но у него запах... Ох, у него запах... Не могу, я его готова съесть. Смотрите, он прям такой, как густой крем. Буду покупать еще очень-очень много раз. И прям довольна. И вам его рекомендую. Ну, кому сухая кожа тела, на него обратите внимание. Я уверена, что вам он понравится. Ой, ну и аромат божественный. Это бальзам для тонких волос, сухих и поврежденных. Я на минуточку бальзамы всегда беру. Для сухих, поврежденных, тонких, ломких. Я всегда делаю предпочтение в пользу жирных, насыщенных, питательных бальзамов для волос и масок. Этот бальзам, он очень хорош. Я считаю, что для масс-маркета это очень достойный продукт. Молочко для волос, бальзам-уход, реставрация волос без утяжеления. Даже если бы эта реставрация была с утяжелением, то я в любом случае бы его покупала. Еще обязательно куплю. Я подарила его одной своей подружке. Она тоже оценила. Говорит, ой, слушай, ну прям совершенно другое дело. Волосы прям такие мягкие, нежные. Но, честно говоря, это не самый любимый мой бальзам. У меня есть более любимый. О бальзамах, масках для волос я еще планирую снимать видео. Еще никак не дойду. Немного изменила свет, потому что, ну, это просто кошмар какой-то. Все засвечивает. Смотрите, тоже, наверное, легенда мыла, да. Оно не обладает какими-то такими особыми моющими свойствами. Но запах его, это же просто... Если бы выпускали парфюм какой-нибудь такой, я бы обязательно его уже приобрела. И он был уже в моей коллекции. Я покупаю его только из-за запаха. Нет, не только, но в первую очередь из-за запаха не могу не соблазниться. Прохожу мимо полки с этим мылом. Вы знаете, я очень люблю бренд Lush. Я люблю эту марку. Я предпочитаю мыло этой марки. И у меня вся ванная полка забита ими. Но дав... Вот именно их классический аромат. Я уже растерзала коробку. Все равно сейчас все это отправится на полочку в ванну. Руки мыть. Потом пахнет кожа. Ах, как долго пахнет кожа этим мылом. Если вы еще не пробовали, попробуйте обязательно. Это недорого, но это реально удовольствие. И кожа, она просто вот отдыхает. Другое дело, что на лето оно может быть не очень. Оно больше для рук пойдет, для тела. На лето я люблю что-нибудь пожестче. Лето-лету рознь. Лето на юге в Краснодарском крае. И лето в Москве, к примеру. Это совершенно разные вещи. Я думаю, что для Москвы как такое щадящее, мягкое мыло. Ну, наверное, я никому Америку не открыла. Многие уже знают, правда же, об этом мыло. Потом, я не знаю почему, что за бес у меня вселился. Я решила купить вот такую бабушку Агафью. Это мускатное, густое масло для тела. На первый взгляд пахнет приятно. Открывать не буду, потому что не знаю, что случилось. Но когда я им воспользовалась, оно очень отвратительно пахнет. Ну, очень сильный запах. Нет, я не так, я не буду говорить плохо. Очень хорошо питает. Вот, очень хорошо питает. Если вам приглянется запах, оно какое-то мускатное, какое-то, не знаю, органическое масло шиповника. Тут без парабенов. Банька Агафьи. Честно, если бы не запах, я очень приверю. Это ужасно. Если бы не запах этого масла для тела, я бы его с удовольствием использовала. И вот еще вот такой скраб можжевелый для тела, для тонуса кожи. Очень даже хороший. Запах у него, знаете, такой себе, но запах натуральный. Он не химозный, он не противный, он действительно с можжевеловым маслом эфирным. Пахнет, как можжевельником пахнет. Очень хороший. Что-то упало. Очень даже такой хороший. Действительно очищает, он увлажняет, питает. Кожа приятная. Я очень люблю скрабы для тела. Я прям, у меня их целая коллекция. Много могу сравнить. Многие очень попробовала. И какие-то нравятся, какие-то нет. Могу сказать, что этот прям вот очень приятный. Я его рекомендую. И стоит он что-то прям... Я не помню, сколько стоит. В такой массе, разве запомнишь? Могу поискать цену. Хороший скрабик. Берите, не пожалеете. Это мой любимый. Это от Spice White Water. Кажется, я такой специалист в английском. White Water. Как-то так. Ладно, не буду. Не буду исполнять. В общем, такой вот Old Spice. Это мой любимый дезодорант под мешками. Я его много лет уже использую. Я ненавижу женские. Почитаю без запаха. Совсем чем с вот этими противными женскими отдушками. Они воняют мне. Они раскрываются какой-то сладостью. Такой фу. Вот прям классный. Обратите, девочки, внимание. Он, кстати, не всем мужчинам подходит. Он довольно-таки мягкий и щадящий. Его косметическими средствами вся с головы до ног измазываюсь. И вся пахну со всех сторон. Знаете, как это? Парфюмерная полка. И еще дезодорант под мышками. Мы же там потеем. Этот же запах прям разносится вокруг нас. И если он прям бьет мне в нос, у меня начинает кружиться голова и меня мутит, если он очень сильным, с сильной отдушкой. Из декоративки я немножечко тоже купила. Ну, я не могу сказать, что я постоянно отовариваюсь декоративной косметикой в магните. Я сейчас вообще нигде не отовариваюсь. Я отовариваюсь сейчас в совершенно других магазинах. Кто смотрит мой канал, тот знает, что у меня стройка. И все магазины это строительные, где я отовариваюсь. Но все-таки я купила. Не знаю, будет вам видно, нет. Это вот такой от Vivienne Sabo карандаш в оттенке 03. Очень его люблю. У него потрясающая кисточка. Тоненький, очень хороший карандаш. Единственный минус этого карандаша в том, что он быстро заканчивается. Ну, карандаш достойный, очень хороший. То есть, сейчас у меня брови прокрашены не этим карандашом. Сегодня я накрасила, у меня рука потянулась к другому продукту. Сухие тени для бровей от Shiseido сейчас у меня на бровях. Но карандашом я всегда прочесываю брови, прохожусь. И те места, которые, знаете, ну, что-то я плеж сделала, например, да, не докрасила. В основном это вот здесь бывает. Я им прорисовываю как бы полоски. Очень достойный карандаш. Кстати, подорожал просто безумно. Наверное, я поняла, что... Ну, он считается бестселлером у марки, вот эти карандаши. Поэтому они, наверное, и подняли на них цену. И потом я купила вот такую палетку. Уже тоже не первая палетка у меня. И точно не последняя. Эту палетку я вам, девочки, прям рекомендую. Особенно тем, у меня стул скрипит. Простите, когда я его уже выкину, я не знаю. Каждый раз снимаю ролик. И каждый раз в процессе съемки я понимаю, что у меня опять этот долбанный скрипящий стул. Я вот взяла и просто открывать не хочу. Он новенький. У меня вот уже начатая палетка. Скажу вам честно. Я, наверное, и засвотчу тоже. И добавлю картиночку для вас. Это палетка просто... Если вы новичок, если вы только учитесь красться, если вы хотите узнать, что такое контуринг, что такое сухое контурирование лица, обратите внимание на эту палетку. Это, наверное, вот из всего, что я пробовала, это самая удачная палетка в том плане, что, во-первых, оттенок, он легкий, он универсальный. Если, конечно, вы не прям смуглянка-смуглянка, то этот оттенок, это просто цвет идеальной тени у вас. У меня она, кстати, сейчас есть. Но я сейчас сделала макияж. Не обращайте внимания на губы. Сейчас вечер, я пойду гулять. Но сделала я сейчас макияж такой легкий. Ну, да, легкий. Ну, я имею в виду, что я контуринг сделала. Очень-очень легкий. Он как бы для жизни, он практически незаметен. Но для каких-то, ну, давайте даже посильнее прям потру-потру. Я вас уверяю, с ним переборщить и напятнить невозможно. Просто невозможно. Он не настолько... Скульптор, я считаю, пигментированным быть не должен. Потому что, если это, во-первых, нужно быть просто супер-мега-специалистом. И даже если вы по профессии визажист, и то вы можете, знаете, ну, в процессе, ну, может быть, что-то перенервничать. Или что-то пойдет не так. И можете просто нафигачить пятно своему клиенту. Вот с этим скульптором никогда не напятните. Я считаю, что это просто вот один из самых удачных продуктов. Мне не очень нравится оформление, честно. Скажу, какая-то идиотская. Ну, не знаю. Это не имеет значения. Называется Мариньер Ревьен Сабо. Палетка для контуринга. И вот здесь два таких хайлайтера. Сразу скажу, хайлайтер не мои самые любимые. Я редко пользуюсь. Ну, как тенями. Мой, наверное, больше вот светлый. Я высветляю. Кстати, я им не воспользовалась. Давайте воспользуюсь вот этим. Вот нанесем сюда. Нанесем сюда. У меня сейчас... Я вообще-то кистью это делаю, но... Мне за кистью идти лень. Вообще, что-нибудь видно? У меня такой потрясающий свет и такая крутая камера, что у меня не видно вообще ничего. Вот что-нибудь вот сюда. Как будто я, знаете, чебуреков на вокзале наелась. Вот сюда. Такая. В общем, что-то подсветила. Что-то есть. Ну, честно, хайлайтеры хорошие, мягкие, все. Ну, как-то я небольшая любительница хайлайтеров. Ну, как бы... Девочка, может быть, которая юная, молоденькая. Если я сюда фигану хорошенько хайлайтер, то на камере это будет выглядеть прекрасно. Но в жизни это будет выглядеть, знаете, нехорошо. Во-первых, текстура кожи подчеркивается. Редкий хайлайтер не подчеркивает текстуру кожи. Кто пользуется косметикой декоративной, тот прекрасно об этом знает. То есть это просто будет какой-то... Пока что я не нашла такой хайлайтер, который бы не подчеркивал какие-то морщинки. Ну, а как иначе, скажите, как иначе, если морщинки есть, то по-любому... Если есть расширенные поры, если есть морщинки, все равно такая текстура блестящая, она подчеркнет. Поэтому я небольшая любительница хайлайтеров. Я не могу в полной мере их оценить. Я знаю, что многие любят эту палетку и многие покупают. Есть палетка здесь с розовым оттенком. Розовый хайлайтер, по-моему. Но я ее никогда не беру. Я беру вот всегда вот такую нейтральную. Вот она у меня уже одна есть открытая, пользованная. А есть новенькая совершенно. Ну, про запас взяла. Ну, знаете, мало ли, вдруг война. А у меня палетки для контринга нет. Шутка такая, не дай бог. Только войны нам не хватало. Вот. А, и да, почти все. Я купила Fit Me от Maybelline. Это такой тональник. На лето прекрасно. Он мне очень нравится на лето. Потому что он сдерживает жирность кожи. Не знаю, как он это делает. Но каким-то образом он это действительно делает. Он довольно светлый. Я сейчас загорелая. Но я всегда предпочитаю брать тональник чуть-чуть светлее. Потому что здесь я все равно прохожусь по контуру. Где мне нужно, я все равно пройдусь бронзером. Где нужно, я скульптором пройдусь. То есть лучше уж чуть светлее, чем чуть темнее. И вот такой от Bourjois Healthy Mix. По советам бьюти-блогеров взяла. Возьму ли еще? Ни в коем случае никогда. Заваливается в поры. Запах у него. Знаете, я не люблю, когда на лице что-то так интенсивно пахнет. И совершенно не уходит. Чем мне понравится вот этот тональник Fit Me от Maybelline. Он не пахнет. У него вообще нет запаха. Вот этим он действительно хорош. Покрытие у него среднее. И, знаете, ну я довольна. Нормальный такой рабочий. Если у вас жирная кожа. Если сухая кожа, не берите. Нет. Это для жирной кожи. Матовая кожа плюс невидимые поры. Для нормальной и склонной к жирности кожи. Он так даже и написан. У меня фарфоровый номер 100 оттенок. Тональная основа от Bourjois. Не впечатлила, потому что может быть лето. Запах вроде бы у нее и не противный. Но такой вот он не уходит. Вот он сидит на лице и просто как прибитый держится. И будете выходить 2-3 часа. И он все время будет пахнуть и пахнуть и пахнуть. Да когда же он уже выветрится. Точно могу сказать, что это нет. Это никогда не повторю. Healthy Mix у меня. Light Vanilla оттенок. Оттенок мой. Все хорошо подходит. Даже запах можно было бы простить. Не так уж он интенсивно и воняет. Но я не знаю, что происходит. Мое лицо выглядит гораздо лучше, чем мое лицо. Вот с этой тональной основой. Это все, понимаете, индивидуальное дело, конечно. Я не могу ее рекомендовать. Мне не понравилось. Может быть у них просто реклама была на канале. Знаете, не все же блогеры пишут, что у меня типа реклама. У меня рекламы нет. Я слишком маленькая и слишком малюсенькая для того, чтобы у меня заказывать рекламу. У меня все мои обзоры, они максимально честные, откровенные. Все это куплено в мои собственные деньги. И я вам могу смело, без стыда говорить то, что мне нравится, что мне не нравится. И даже если на моем канале будет реклама, у меня обязательно внизу, бегущей строкой, будет это отмечено. Вы будете всегда об этом знать. Ну, конечно же, каждый блогер говорит, я честный, я честный. Что-то не так с этой тональной основой. И, конечно же, я ее не куплю. Может быть, знаете, как у меня было с пудрой? Я сейчас вам покажу. У меня есть пудра вот такая от бренда Focalure. Это китайский бренд. Бренд заказан... Вообще он как бы представлен, по-моему, на сегодняшний день и в России. У них есть официальный сайт, интернет-магазин. Вот я видела, я как-то на просторах интернета наткнулась на него. И знаете, когда ее так хвалили, так хвалили эту пудру, я, когда ее открыла, из нее, во-первых, вот такой вот облако, клубок такой огромный, пыли пошел. О! Видели? Она адово пылит. Но, блин, девочки, это крутейшая пудра налито. Вот сейчас лето, и я только ею и пользуюсь. Вот скажите, зачем я это сделала? Ну вот я сейчас типа бейкинга сейчас вот тут запеку. И пойду гулять, чтобы у меня с меня не текло и не стекало все. Пот и жир. Но зачем я это сделаю? Там же пили румяна. Ну ладно. Поверьте, я накрашена очень интенсивно. Камера съедает больше половины цвета. Я сейчас буду сидеть чуть-чуть напудрена. В общем, пудра от Focalure стала моей любимкой летом, как я и предполагала. Но я ее так загадила. Я ее по-всякому, все, прошу прощения у Focalure. Пудра очень крутая, очень классная. Несмотря на то, что она ужасно пылит и летит в нос, и во все места. Но пудра действительно сглаживает поры. Она делает кожу гладенькой, шелковистой. И она достаточно долго, если у вас кожа жирная, она достаточно долго сдерживает вот эту сальность. Вот. Сегодня у меня уже все. Продукты закончились. Я вам показала уже много всего. Наболтала уже на большое количество времени. Вот. Я очень вас благодарю, мои дорогие. Спасибо большое, что вы остаетесь со мной. За подписку. Спасибо за лайки. Спасибо за поддержку. Для меня это важно. Для меня сейчас важен каждый человек. Потому что мой канал все еще в начале. Я считаю, что это только старт. Я надеюсь, что у меня еще все впереди. Я приобрету нормальную камеру. Когда-нибудь буду делать нормальные обзоры с хорошими свочами. Как мне этого хочется? Вы думаете, мне жаль? Мне очень хочется для вас показывать максимально красивую картинку. Пока что я не могу позволить себе купить камеру. Но я надеюсь, что к Новому году я что-то соображу на этот счет. Вот. А пока я благодарю вас за то, что вы остаетесь со мной. Я вас обнимаю и целую. Всего вам самого хорошего, отличного настроения. И пока. До новых встреч. Красной помадой. Кому интересно, это помада от Rimmel London. Если понравилось, пишите в комментариях. Я вам напишу оттенок. Пока. Пока. Люблю и целую. Всем пока.